Не знали и не думали, что такая жизнь может быть вот в 21 веке, после 20-летнего правления нашего президента Владимира Владимировича Путина. Да, вот, значит, вот что. Все же хорошо было. Казалось, в 2000-е годы дали большие надежды на то, что мы будем развиваться, жить, автомобили, жилье и так дальше. В национальных проектах это и прописали. Так вот, первое, бедность непобедима. Тотальная бедность на всех сельских территориях. Второе, что точно было видно невооруженным глазом, это, конечно, жилье. Нереализуемый национальный проект по жилищной политике. Это признал, кстати, вчера и министр строительства Мутко, который тоже сказал, что все, национальный проект по жилью, необходимо пересматривать в тех вот рамках, невыполним, потому что у людей нету денег, он сказал. Нету денег. Что не может быть устойчивого развития на продаже только ресурсов. Нет, конечно, могло быть. И пример ближневосточных стран это показывает, что можно жить, но надо тогда иметь очень мало населения. Очень мало населения. Если эта политика государства будет направлена на снижение населения, то да, мы когда-то достигнем хорошего уровня жизни. Если это не произойдет, и мы будем множиться дальше, и села и деревни мы не быстро ликвидируем, то тогда, конечно, мы обречены быть в стагнации и жить достаточно бедно. Это то, что касалось этого форума. Мы, конечно же, пытались донести до руководства саму суть, что надо делать. Мы приводили примеры успешных стран, как же это меняется, почему же мы не стоим. И мы пришли к выводу, что власть в России архаичная. Очень устарела. И морально, и биологически, физически стала старой, но самое главное, она архаичная стала. Она отошла назад на десятки лет, и никакого драйва роста нет, нет созидания впереди. Просто нету его. И, значит, митинги, которые только-только начались, наверное, уже не остановятся. Наверное, уже большинство молодых людей ни в коем случае не согласятся ни с политикой Путина, ни с политикой его наследников, которые вряд ли сейчас перестроятся. Значит, молодежь будет искать другой формат построения власти в стране, если ее просто не вынудят отсюда уехать в ближайшие эти годы. Тогда власть ждет, естественно, переформатирования полнейшее. В течение, так сказать, нескольких дней низвергнута была, казалось бы, монолитная власть. Мы говорили, что тогда союз народа и власти, и партии, ну, не сокрушим, не зыблем, вот так сказать, вот, ранит, бетон, вот, и так дальше. Однако все рухнуло. Мы сейчас стоим на пороге, когда тоже сегодня те, кто озвучит все-таки правильную позицию вот будущей хорошей жизни, и поверьте, никакой стабильности больше не будет, никто ею не будет увлекаться. И никто не купится тогда на повышение пенсии на 80 или 100 рублей там в месяц или в год. И тогда действительно произойдут перемены, потому что они давно назрели, просто сдерживая тем, что цена нефти еще позволяет манипулировать какими-то деньгами. Однако, если вы посмотрите сейчас вниз, если вы посмотрите, как власть обустроена, то вы увидите, что власть уже ничего не умеет.